Найдете группу японских и норвежских ученых, в течение 10 лет проводили исследование домохозяек. И пришли к такому выводу, что 10 лет, 10 тысяч женщин проходили обследование, тестирование. Объем легких у этих людей, которые пользуются бытовой химией, уменьшился на 0,6 см. Точно такой же результат дает курильщик с 20-летним стажем курения. То есть люди, которые используют бытовую химию, они тоже как бы в группе риска. Чтобы много не говорить, я обычно по 20 секунд показываю, как и что у нас работает. Так, еще у меня такой вопрос к аудитории. Кто знаком с восточной кухней? Поднимите руку. Замечательно. Больше ползала знаком с восточной кухней. Бишбармак. Кто пробовал? О, молодцы. После бишбармака, без моющего средства, холодной водой, чисто можно помыть посуду? Нереально жирно, да? Но он на бульоне, то есть жирность где-то 40-45%. Вот это масло местное, санкт-петербургское, жирность 82,5%. Я потом дам поесть сейчас, вдруг. Так. На стол ставить можно? Нет, зачем? Это вот японская салфеточка, просто намоченная водой. Так, наличие жира может быть. Наличие жира может быть. Пожалуйста, проверьте на наличие и туда дальше тарелочку. Так, это 20 секунд. Вот это самая жирная, самая стойкая помада. Я ее иногда на вкус ощущаю. Отпускаю так, короче. Крясно? Красиво. Красиво. Вот если это сделать на плазменном телевизоре, у владельца плазменного телевизора прединфарктное состояние. Это другая наша салфеточка, просто намоченной водой. О, мне даже вас виднее стало. Ахалай-махалай здесь нету. Принцип работы этих наших волшебных салфеток. Поднимите руку, кто посещал школу в 9 классе. Молодцы. Молодцы. Если покопаетесь в глубинах своей памяти, вы вспомните, когда учитель физики рассказывал про поверхностное натяжение воды, он брал пузыречки разного диаметра и наливал туда воду. Чем уже пузыречек, столб воды выше и поверхностное натяжение сильнее. Вот этот простой физический принцип японцы применили в этих салфеточках. Единственное, они применили в наноисполнении. Как работает эта салфеточка? Вернее, как сработала эта салфеточка, которая с маслом? Она как тысяча микронасосов, потому что поверхностное натяжение. Весь этот жир сосало. Мало того, японцы, когда делали эти салфеточки, в это рассечение они вставляют наносеребро. А что такое святая вода, знаете? Ложка серебряная в стакане с водой, что делает? Ионы серебра убивают микробы. То есть, как сработала эта салфеточка? Как тысяча микронасосов весь этот жир сосало, серебро обеззоразило. Как сработала вот эта салфеточка? Она как тысяча микронасосов эту помаду вместе с пылью всосала, серебро обеззоразило. Мало того, японцы эту салфеточку сделали отрицательно заряженной. А пыль, которая вот вокруг нас, в помещении, дома, на улице, имеет положительный заряд. Плюс один и минус один. Что делаем? Как мужчина с женщиной. Притянувшись, что получается? Я темно. Да, правильно. Получается, дети, получается ноль. Антистатик. То есть, все, что вы обработали вот этой салфеточкой, плазменный телевизор, зеркала, кафель, стенку, что еще? Все, что блестит, короче, дома. Когда вы обработали, те места, просто намоченной водой. к этому месту 10-15 дней пыль приставать не будет. Почему? Там антистатик. Пыль найдет место, куда присесть, где не обработано. Вот на этом простом принципе основана большая линейка нашей продукции. Только она имеет как бы узкую направленность. Так, и потихонечку, по порядку я бегом-бегом расскажу немножко во всем. Вот то, что я сейчас рассказал, это вот оно в таком исполнении, коробочки красивые, но то, что внутри еще лучше, это вот салфетка для стекла, это салфетка для посуды. Вот это салфетка, обязательно расскажу в конце, на все вопросы отвечу. Вот эта салфеточка универсальная, это первая салфетка, которую я отправил своей маме. Она кроме влажной уборки, название у нас салфеток Аквамэджик, магия воды, она кроме того, что все и все, что там рядом лежит. Далее, далее, вот эта салфеточка, это салфеточка любимая моей жены, называется Вильветовая. То, что о ней написано, я немножечко расскажу, и то, что не написано, между строк, вы это нигде не найдете. Она в 7 раз больше впитывает воды, на кухне вещь незаменимая, без ворсинок и без ничего, хрусталей, посуду, можно все это вытереть. Дополнительное использование вот этой салфетки, в чуть влажном виде вечером, когда вы уже все сделали, в холодильник бросили, и запахи, посторонние, ненужные с холодильника, она в себя впитывает, поверхностное натяжение. Далее, дополнительное использование вот этой салфеток, в чуть влажном виде, зелень завернули, в холодильник, через месяц холодильник открываете, зелень достаете, грядка отдыхает. Она лучше, чем с грядки. И плюс еще эта салфетка, как работает, во многих овощах, фруктах сейчас, много нитратов, нитритов и так далее. Тестировали, до использования салфетки, и после использования салфетки, количество нитратов резко падает, поверхностное натяжение работает, и первое, что он оттуда высасывает, почему-то нитраты. Это вот то, что касается этой салфетки. Так, далее, далее. Мужчины есть в зале? Супер, для вас. Потому что мужчин больше автомобилистов. И, ну, для женщин тоже, наверное. У женщин есть машины? Конечно. Молодцы. Я пришел сюда вот из-за этого. Вот это называется автонабор, когда мне жена его подарила, я говорю, ну, любой тряпочкой я протру. Я говорю, надо, чтобы проверить, как это работает, достойно испачкать машину. Аральское море, кто знает? Вот от Байконура до Аральского моря где-то 400 километров. Я отпросился на двудневную рыбалку, я любитель, съездил туда. Машину представить можете? После ночной рыбалки по степи мошки, букашки. По пути, да, по пути, пока ехал, ремонт дороги. Битом тоже нахватал. И все это дело я заснял, скинул шестерым рыбакам с одним вопросом. Я говорю, мужики, вот эту машину стаканом воды можно помыть? Они говорят, Равиль, ты, наверное, там ухи переел. Да, шестерым скинул, четверо забились со мной на бутылку коньяка. Жлобы. Я бы на ящик поспорил, что это нереально. И вот этим набором, вот этой салфеточкой снаружи, вот этой салфеточкой стекла, вот этой салфеточкой, даже битум намочив и по битуму поводив вот этой стороной, это вообще волшебная штука. Оттуда весь битум потихонечку оно всосало. Вот эта сторона, вот кто курит в машине, вот это впитывается даже в это. Вот это как пылесос работает внутри. Оттуда все это дело всасывает. Вещь незаменимая в плане собрались вы из Санкт-Петербурга, например, ко мне на родину, в Саратов или в Казань. По пути заехать надо в Москву, чтобы не искать где-то мойку и чтобы заехать в гости чистыми. Просто стакан воды намочили, быстро раз-раз-раз протерли, и вы лучше, чем с мойки, без разводов заехали в гости. Это то, что касается вот этого. Оно в трех исполнениях. Это набор. Есть еще отдельно два полотенца. Одно чуть побольше, одно чуть поменьше. Все работают великолепно. Раз у нас больше женщин, я для вас расскажу в сказку. За собой все ухаживаете? Макияж, туда-сюда, миницилярка, пенка. Я это уже выучил, но этим не пользуюсь. Вот полгода назад в Ташкенте это был мрачный дефицит. Ласка мини. Что она делает? Она без использования всех вот этих химических или полухимических миницилярок и добавок, она ухаживает за кожей лица, шеей, декольте. Снимает макияж. Кстати, мой продавец в магазине моем, она, у ребенка вот эти хотюнчики. Вот после где-то недельного использования эти хотюнчики тоже оттуда высасываются. Поверхусное натяжение работает. И серебро работает. Вот этой салфеточкой макияж снимаете. Попробуем. Приятно. Потом, правда, жена ругалась. Ты там чье взял? Мое или дочери? Так, вот эта сторона, это скраб. Раз в неделю можно, только нежно, так не сильно прикладывая усилий. Снимает торговевший слой. Вот это полирует. Тоже попробовал. Тоже попробовал. Вот. Вот это демакияж, это вообще песня. Я любитель бани. Вчера с сыном были в бане. Вот даже после бани уже вы помылись, напаренные, вышли оттуда, вот этим демакияжем начали обрабатывать. И с глубины пор вы увидите, сколько там у вас еще осталось нехорошего. И оно, вот это оно все возьмет. То есть, эта вещь просто суперская. Почему я не давал просто клиентам в Ташкенте? Потому что в РЦ нету, у меня запас был, а этот запас я хотел, ну, более выгодно, скажем так. Если это партнер, он обязательно, обязательно соседке похвалится, и товароборота будет больше. Поэтому только партнеров продавал по предварительной записи. Так, это только этого. Так, вот это косметическая салфетка, вот она у меня всегда с собой. Мы с женой сделали паритет. Она пользуется такими цветами, я такими. Вот сейчас другими, любыми другими салфетками я когда пользуюсь, у меня раздражение. Когда насморк, или еще сейчас как раз такая пара. От этого нет раздражений. Почему? Потому что с серебром. Дополнительное использование, это мне невестка подсказала, она младшую внучку грудью кормит, чуть-чуть высыпаний какие-то были. Намочила на ночь, приложила к этим высыпаниям, утром говорит, папа, у меня все чистенько. Почему? Серебро микробы убивает, салфеточки, поверхностное натяжение, оттуда что-то нехорошее вытаскивает. Это то, что касается вот этого. Так, раз коснулись детей, про детей наша компания не забывает. вот эти два набора это просто бомба. Это просто бомба. Тоже японские, тоже серебром, тот же принцип работы, но для наших самых любимых. есть набор для купания ребенка, там, по-моему, два или три предмета, и набор для ухода за ребенком, здесь пять предметов, там, свинявчики, туда-сюда, короче, все, что нужно ребенку. В Ташкенте тоже бум, и очень часто нет в наличии. Так, про спортсменов у нас тоже не забывают, для занятий спортом, кстати, классно, стильно, и плюс экологично, рекомендую. Дальше, о, вот про это расскажу. Зубы кто себе с утра чистил? Зубной пастой, щеткой, некоторой зубной пастой. В 90% зубных паст, прогуглите, есть диоксид титана, только он имеет обиливающий эффект. Сейчас французы, еще кто-то там в интернете я нашел это, очень велик риск рака и аллергии от этого диоксида титана. Когда вы маленькому ребенку, есть маленькие дети или внуки? У кого? Есть. Да, когда вы чистите ему зубки, хотите вы там, не хотите, он глотает. Почистили зубки, живот заболел. Японцы придумали, что? На этом же принципе поверхностное натяжение и серебром спонж для очистки зубов. Даже мёба, язык и все прочее, все аккуратненько. Зубной при длительном использовании камень оттуда потихонечку высасывает, но не так, скажем, не быстро, потому что все, что быстро, это неправильно. То есть при длительном использовании оно работает классно. Даже я как-то сказал последствия кариеса. Мне вопрос задали, я уже к зубному ходить не буду. К зубному ходить надо, но с этим реже будете ходить. Вот так. Их в наборе два. Один маме на свою счётку, другой ребёнку. Люблю это классная вещь. Так, дальше. Дальше. Для компьютерщиков есть. Для тех, кто очки носит. Вещь суперская. Мой, кстати, расставник подписался из-за этого. Когда ей протёрли одно, одно, она стала другими глазами смотреть на мир. Так, дальше, дальше перейдём к этой бомбе. Вот это бомба. Считаем состав этой бомбы. Так. кокосовый спирт, натуральные растительные масла, экстракт кокосового масла, экстракт алоэ, дионизированная вода. Это та, которая очищена на ионном уровне. Даже просто дионизированная вода, это уже прекрасно убирает грязь со всего. Принцип у этих пластин, как у мыла. Мылу без разницы. Убирать грязь с волос, с тела или содержность. Согласитесь? Точно так же я, вот вчера я был в бане, я это использую таким образом. Одной четвертой части, у меня не сильно много волос, но стало больше. Одной четвертой части намочился, положил на руку, помылся этим. Ощущение волос, даже тех, которых нету, они живые. Они живые. Я их чувствую, что они живые. Мало того, когда вот этот состав, который я прочитал, попадает на корни волос, многие из них просыпаются, получив достойное питание. Плюс этим же я, если в дороге в поезде кусочек чуть меньше оторвал, помыл руки, этим же я сегодня утром, оторвав одна сотая часть, десятая часть, я побрился этим. Почему? кокосовое масло и все прочее. После этого даже не надо мне там что-то еще. Плюс это можно использовать по назначению. Читаем пластины для стирки детского белья. Вот какой бы самый ушастый нянь вы не взяли, он для детей. Он содержит павы, фосфаты. Они все содержат. и если даже там написано, что они этого не содержат, вас производитель обманывает с целью увеличения товарооборота. Вот здесь на барабан до 3 килограммов две пластины и это будет экологичная стирка. Экологичная как для вас и для ребенка, так и для окружающей среды. Вы в него не будете сливать вот эти фосфаты. Потому что в Ташкенте мне жалуются, персик уже не того вкуса. Мы на одной земле. Каждому гостю дам в подарок, как и обещал. Вот приготовил подарок. Так, дальше, дальше, про что еще рассказать? Про швабру. Про швабру скажу. Вещь настолько суперская, рассказываю. В апреле я поехал к маме, мама у меня пенсионер, подарил я эту швабру, на похороны поехал, отчим умер. И я говорю, мама, швабра японская, без химии, без никаких флорсодержащих этих проперов и прочее, 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 убираешься. Ее первый вопрос, сколько она стоит? Я говорю, мам, четыре тысячи. Она, убери, это треть моей пенсии, я ее боюсь. Я говорю, подожди, за сорок, частный дом, Саратовская губерния, потолки натяжные, стекла большие, без лестницы туда-сюда, без газеты, без пшик-пшик-пшик. Я за сорок минут ей вылезал в дом, в конце сороковой минуты она так взяла эту швабру, вот так вот, а я, говорит, купила, да, слушай, говорит, вообще супер. Это то, что касается, сама механика, это немцы, насадки, японцы. Вещь суперская, рекомендую, сам балдею от нее. Некоторые мужчины, кстати, я говорю, как жена-то довольна, говорит, я ей не доверяю, я это делаю сам. Так, есть ли крутой офис или еще что-то такое, или вот есть люди, которые к запахам. Про запах я не буду, у нас целая линейка аромомаслов, просто великолепных, я их немного перепробовал, но про все рассказывать не буду. В эту швабру, аэро, которая называется, несколько капель, и вы создадите и аромат, и все дела. Вещь классная, но на любителя. Я привык к классике больше. Вот мне классическое, универсальное, мне чуть больше нравится. Так, теперь плавно перейдем, плавно перейдем вот сюда. Плавно перейдем сюда. Что у нас здесь? Так, любители чая есть? Да, сегодня будем пробовать. Кстати, до изобретения чая и вина люди жили на порядок меньше. на порядок. Даже на два порядка, наверное, меньше. Основная причина смертности закупорка сосудов, и т.д. и т.п. Врачи подтвердили мне это, и в интернете я это вычитал. После изобретения вина люди стали жить дольше. Одна восьмая часть это винная западная цивилизация. Семь восьмых, Китай, Япония, весь мусульманский мир это чайная цивилизация. Их больше. Мы Россия на стыке. То есть нам и водочки можно с вином, но чай я вообще обожаю. У нас, мусульман даже принято, когда я еду в гости к уважаемым людям, к старикам, я обязательно дарю пачку чая. Этим я говорю, чтобы этот человек жил долго. Вот. Я перепробовал все чаи, которые вообще существуют. Я так думаю. Даже там дорогой жасминовый чай китайский, вкусный, хороший. Наши пацаны по цене и качеству не уступают. Плюс у наших чаев есть функциональность. То, что раньше делали для дедушек в Кремле, сейчас рассекретили, и мы вот для вас. Вот на этом чае, очищающий чай, мой результат за 40 дней, минус 6 килограмм, кишечник нежненько почистился, хотя мне худеть не надо было. Но в кишечнике, как оказалось, я носил много ненужного. Так, это что? Этого чая? Я бегом-бегом, чай я буду пробовать. Вот этот чай, я его люблю. Это мужской чай, вкусный, неимоверно. Плюс, это я специально для мужчин, их мало, но их беречь надо. Короче, с простатами классно все, все лечит, все направляет. Дома, боятся, чтобы мы ушли из дома. Короче, этот чай. Работает супер. Дальше, вот этот чай, мы его, кстати, сегодня будем пробовать, это для дыхательной системы. Сейчас на носу осень, заболевания и прочее, прочее, рекомендую. Плюс, кто курит, классно чистит дыхательную систему и очень вкусный. И, если вы еще не заболели, то профилактика, если вы заболели, просто более комфортнее пройдете этот процесс выздоровления. Дальше. Так, вот про этот и про этот, бегом, бегом, времени мало. Так, женский чай. Я его пробовал, хоть он и женский, это просто название, он женский. Для женской энергетики красная щетка незаменима. Просто незаменима. Если для молодых там способствует, если не может забеременеть, способствует. людям взрослого возраста на жене это проверено. Если вот менопауза и все прочее, нормализует гормональный фон и уже не кричит, не ругается, спокойная, то есть все, тиш-барш, богатайся. Вот с этим чаем классная вещь. И вкусный. Когда я его беру, она должна говорить, там же написано, что это мой. Но он вкусный, поэтому я его приведу. Так, это банкет. Если вы банкет хорошо поели, в Ташкенте в постоянном дефиците. Это вот для моего гостя специально показывают. Так, дальше от чаевки перейдем плавно к напиткам. Вот я вам сказал на том чае мой результат минус 6 килограмм за 40 дней. Я к этому чаю еще добавлял полдник космонавта. Вот это я называю. Вот это хелдбери. Полдник космонавта. Почему? Здесь в сухом виде собрано все, что нужно твоей клеточке. При этом калорий практически нет. Когда ваша клеточка запитана, вы комфортно теряете, не нужно. Они в 6 видах есть. 2 вида попробуем каких-то. Иммунити. О, кстати, иммунити. Это сейчас вот тоже. Я сегодня утром тоже начал с иммунити. Обязательно. 6 видов успокаивающий, тонус. А тонус, вот я сейчас вот перед тем, как выйти, думаю, надо мне тонуса поднять для вас. Вот, выпил тонуса. Нормальный тонус. Так, дальше, дальше. Ладно, еще про одну бомбу и потом время на вопросы и ответы. А, чай, так. Я так предлагаю, чтобы нам бардака не было, да, предлагаю вот все, о чем я рассказал, потрогать и пощупать обязательно. Чай попробовать, не верьте мне, верьте своему вкусу. Попробовать чай обязательно и попробовать напитки обязательно девчонки помогут, разобьют и все прочее. Я об этом еще расскажу. Это настолько бомба, угощать не будем, сам еле выпросил для себя. Я говорю, дайте, пожалуйста, у руководителя этого офиса, я ее вас тоже продам, Олю, я говорю, пожалуйста, я давно ждал, у меня все просят в Татарстане, на Байконуре, в Ташкенте, сейчас прямой эфир, всем приветствую, все просят это. Что это такое? Здесь вот действительно абсолютно все хорошего, что нужно вашей клетке, собранное со всего мира. Что-то от Баобаба, что-то там Худиагардоне, я даже название только недавно узнал, что-то там из Южной Америки, то, что только индейцы или индейцы там местные, только что вот из-под тишка для себя, вот это все сюда упаковали. Мало того, то, что вот связано с экологией, да, вот вы там морковь, там еще что-то, едите, каротин вам нужен, сейчас морковь тоже не та, как и с персиком в Ташкенте, чтобы получить тот необходимый минимум каротина, вам сейчас нужно съесть 50 килограмм, вы это не освоите. Вот это то, что необходимо, здесь упаковано, используя нанотехнологии. Это вкусно делается, или на завтрак есть утренние варианты, или на ужин есть вечерние варианты, это заменяет прием пищи, если есть человек, который хочет просто, он чувствует себя нормально по весу, он один прием пищи заменяет вот эти. И утром я это выпив, до обеда полон энергии, сил, здоровья, и вас рад всегда видеть, потому что я выпил этот коктейль. Если вам нужно похудеть, вы заменяете два приема пищи, утро и вечер, ужин. Результат гарантирован. Я свою репутацию ставлю на кухню, она дорого стоит. Если вам нужно поправиться, новую проблему, новую проблему. Просто вы после завтрака и ужина поели то, что вы едите, как всегда, добавьте коктейль, он пролезет, я вас уверен, он вкусный. То есть к тому, что вы съели, добавили то, что нужно, и ваш организм включит механизм набора веса. Красота? Красота. Я отвечу на вопросы, потому что вы так внимательно слушали, что наверняка вопросы у вас будут. Если есть вопросы, отвечу, если отдельно по каким-то линеечкам добавлю, о, ладно, еще одну про линейку я не рассказал, тоже постараюсь бегом. Кто знаком с химчисткой? Все знакомы с химчисткой, да? Помните тот запах? Вот с химчисткой принесли вещи? Это, да, а трава еще та, да, а вот к этой шубе вы если ребенка к себе прижали, он этим дышит. Есть альтернатива этому, есть биочистка. Человек 30 лет жизни, вот в Крокусе в Москве как раз была презентация этой продукции и он с этой презентации ездит по всему миру. Европейцы сказали дайте пожалуйста эту технологию. Технология основана полностью натуральная, полностью там растительная, без вреда для окружающей среды, без вреда для людей биочистка. То есть человек 30 лет смотрел и наблюдал как природа очищается сама. Потому что с человеческим участием это не всегда бывает правильно. И он вот это воплотил в эту линейку. Их 5 видов плюс это отдельно расскажу очищающие средства для дубленки замши, для гладкой кожи, для меха, для текстиля, еще что я забыл? Для дубленок. Для дубленок. Да, вот их 5 видов. То есть для каждого свое подобрано идеально. Кстати, европейцы нас на наш рынок, им технологию не продали, но сказали хотя бы тогда продавайте. Поэтому скоро в феврале месяце Евросоюз открывает свой рынок для нас тоже. Так, это чуть подробнее я потом. Это не тема этого. Это вот биочистка. Так, вот это экспресс-чистка. Я ее просто на себе. В июле месяце чилля. Что такое знаете? Нет. Не знаете? Один человек знает, а остальным расскажу. Это за 50. Асфальт плавится в Ташкенте. В это время туристов мало и в городках вымершие все или в горах или около воды. Это чилля у них называется. И я в этот спасибо. Да, да. И я в этот момент как раз был там и с носа кровь пошла. Рубашка чуть другая была, но любимая. Немаловажно. Любимая. И прям кап-кап-кап-кап-кап. Хорошо, что у меня было кстати вот сумочку положить это прелесть. Да. Тушь. Да, тушь. И вот это но это не тушь. Это не тушь. Это экспресс биочистка. То есть я это ха шип-шип-шип-ха салфеточку косметическую чуть намочил раз вот это все. И даже следа этих крови было много. Если уж кровь оно почистило, то я многим своим рекомендую с дамами ходить в ресторан и нечаянно проливать красное вино. Так, куда-нибудь где-то в этой области, да. И тут же ой дорогая прости, пшик-пшик-пшик и косметической салфеткой нежными плавными движениями два зайца убьете. Это то, что касается вот этого. Это просили показать спрей. Покажем, расскажем. Так, поднимите руку то, о чем я рассказал, кому понравилось. Кто это хочет? Да, вот видите, статистика моя тут даже чуть больше. Я, когда рассказываю и сидят десять человек, восемь поднимают две руки и говорят, мы это хотим. Ты почему об этом нам раньше не говорил? Сейчас в инстаграм в прямом эфире я говорю, пожалуйста, послушайте. Почему? Проблема мегафориса в чем? Информационное давление такое, что до вас достучаться невозможно. Трудно. Вы все мне от вас денег не надо, я даю вам информацию. Почему? Потому что я обеспеченный, состоятельный и у меня все в шоколаде. Но если вот кто-то я вот иногда думаю, зачем мне это надо? Вот я так думаю, что Всевышний, взвесив мои силы, посчитал, что я в состоянии еще один проект внедрить. Почему? Потому что если только я один убираю ферри из дома и мою, ну, балдею я сам один, балдеет моя семья, а сосед за стенкой в это время ферри наяривает, сливает в Неву все это дело, порошком моет, сливает в Неву, ой, в этот самый, в Неву, а персик потом плохой, невкусный, и мороженое не то, и хлеб между, я хлеб перестал есть, почему? Потому что не тот хлеб уже, потому что гумус у нас маленький, поэтому это одна из главных причин, почему я в этом проекте, и почему я в прямом эфире, и почему я всегда рад, когда вот такая большая аудитория. Слушаю ваши вопросы, готов ответить на любовь. А в обувь можно добрый? А? Вовнутрь в обувь. Можно, нужно, классная вещь, экспресс, пятна, но экспресс, то есть, если вот только-только, хотя в Ташкенте 06, ветерова, нет, Metroid, нет. В 14 м断 concept AS. В 20 мм.